Помните Тосики Слицыну из знаменитого фильма «Девчата»? Сколько блюд можно приготовить из картошки? Картофель вареный, жареный, пюре, целая поварская книга. А как растет картошка, да тем более в больших масштабах, и как ее убирают? Валы, покрытые сухой ботвой. Урожай созрел. Это картофельное поле индивидуального предпринимателя Радика Мурзакаева. 116 гектаров. Больше половины всей площади под корнеплод в Александровском районе. Наблюдать за процессом сбора второго хлеба весьма интересно. Тем более, что занимается этим чудо современной техники – специальный комбайн. Раньше агрегат только выкапывал клубни на землю, а собирали их в ящики люди. Те, кто жил в Советском Союзе, помнят выражение «съездить на картошку». Теперь урожай собирает машина. Но помощь человека все же требуется. Два ряда ведет, собирает. Ну, а полностью автоматика. Больше берет бункер на 7 тонн. Один на четыре. Собранные плоды трактор привозит в сортировочный цех. Здесь тоже все механизировано. Машина сортирует картофель на мелочь, семена и товар. Маленькие ягоды и землю, которая попадается вместе с клубнями, отвозят обратно в поле в качестве удобрения. Хранится урожай в ангаре вместимостью 700 тонн. Плоды находятся в деревянных контейнерах. Чтобы картошка не испортилась, компьютерные датчики отслеживают температуру воздуха и влажность. Разъезжается картофель по всей области. Найти урожай из села Якут можно и в региональном центре. Александровцы говорят, что их второй хлеб – самый вкусный. Мы сажаем всегда элитные семена. Ну и, естественно, еще вкус и рассыпчатость картофеля – это зависит от той почвы и климата, где она выросла. Радик Мурзакаев считает, что главная составляющая вкусного, богатого урожая – работа с душой. Нужно по максимуму вложить силы, технологии, чтобы картошка, попадая на стол, радовала глаз и вкус. Елена Фурсова, Игорь Бероев, Антон Рубцов. Новости дня.